Всем привет! Решила записать видео, хотя, честно, мне даже в комментариях написали, что вас плохо слышно. Но почему я и перестала записывать эти видео? Потому что с тех пор, как у меня появились волнистые попугайщики, мне стало очень тяжело это делать, потому что если карелам можно сказать, помолчите, да? И бывают такие, ну как бы, времена, когда их даже не слышно, то с волнистиками это не работает. Вот сейчас у нас осень, сезон овощей, всякой такой вот зеленушки, которую можно привозить птицам, если у вас есть дача, там деревня. Так вот, хотела рассказать вот про эту парочку птиц, пока у меня тут все на месте. Это у меня самая старая пара птиц, вот эта вот желченькая девочка. Она у меня от самой моей первой птички, которую я привезла с Крыма. Вот, мальчик уже у меня родился тоже. Вот, та девочка Кеша, она прожила, да, покупала ее как самца, прожила у меня 20 лет. И вот этим сейчас уже за 20. Когда им было за 20, я уже перестала считать. То есть им было уже 22, но сейчас девочке, наверное, ну, все у меня там записано. То есть недавно был 20, а уже 24 год. И девочке, как старше вот этого парня, действительно полтора года. Я ей уже где-то 24 года, а самцу, ну, полтора года меньше. Вот они так сошлись у меня в пару. И вообще я считаю, что самки, они, ну, как бы лучше, когда они старше, чем когда пара, где самец старше самки. Так вот, по поводу этих птенцов. Я им очень давно не ставила домик. И мало того, что я уже думала, что у них вообще, как бы, жизнь такая, ну, просто сидеть и ничего не делать. Они у меня так и сидели. Ничего не делали, потому что самка, она перестала высиживать яйца. То есть она только вид делала, что она их высиживает. Там не несет яиц, пока самец в домике, все хорошо. Открывая домик, значит, самка сидит где-то в углу, не на яйцах. Ну, естественно, что детки не получались. Тогда, значит, я стала не просто брать их яйца и подкладывать их другим птицам. То есть яйца были оплодотворенные, все было хорошо. Дети вылуплялись, но у них, у самих птенцов уже не было очень давно. Так, можно помолчать? Немножко тишины. Волнистики очень сложно перебить. Они щебечут постоянно. Не скажу, что это совсем мои птицы, потому что вот карелы – это мои птицы. А волнистики, я, да, их завела там. Думала, у меня будет штук 10. Просто ради того, чтобы… Ну, они очень яркие, красивые. У меня необычные волнистики. У меня тоже чехи, получехи. Вот, и неинтересно разводить обычных волнистых. Вот, мне нравится, когда у меня какие-то сложности в движении присутствуют. Ну, и когда мои птицы отличаются чем-то от других птиц. Так вот, по поводу… Так, можно тишины немножко? Вот, карелы замолчали, а эти нет, они никогда не замолкают. Так вот, у меня есть такое, что я не могу сразу яйца выкинуть. Я их просто откладываю в домик. Ну, допустим, я не хочу, чтобы уже больше, там, пара птицов разводила. Вот, и я их куда-нибудь складываю. И вот как получились все эти дети. То есть, по факту, они вообще не должны были получиться. Но вот эта вот моя парочка, она залезла в домик, где лежали эти яйца. Вот, я такая думала. Ну, в основном, это была эта, ну, инициатива самца. Я уже на эту самку, ну, как бы давно, можно сказать, поняла, какая она хитрющая. И, ну, поняла, что вряд ли что вообще будет. Ну, извините, когда там уже птица за 20 лет, я, как бы, никогда не видела, не встречала. Да, там в одиночку корилы проживали столько. Даже было там около 30. Но, чтобы вот в паре, вот, а у них очень красивые дети. Вот, кстати, их девочка. Это их доченька корица перловая. Ей уже тоже лет 15. Вот, это у меня там Кирюша сидит. Ее муж. Вот, и у них очень красивые дети. Прям вот, корица первая у меня появились семена от этой пары. Так вот, залезли они в этот домик с этими яйцами. И вот, я не стала беспокоить. Думаю, ну, я же все равно эти яйца рано или поздно выпила. Но что-то пошло не так. И самка на них отлично сидела. И вот сенцы, которые по факту не должны были вылупиться. Ну, просто и грудь, и яйца иногда по домикам раскладываю, по одному яйцу. Потому что тоже заметила такой факт, когда молодые самочки уже привыкают к яйцу, они когда свое собственное яйцо сносят, они уже не так пугаются. Ну, и моя бабушка всегда так делала. Тоже, для того, чтобы курица не слояйца, она подкладывала одно чужое яйцо. Она, может, сделала так, потому что ее бабушка так сделала. Но я вот пришла к такому выводу, что просто девочки перестают бояться. Потому что иногда они, вот молодец, сносят яйцо и смотрят, и не знают, что с ним делать. Перекатывают там лапы даже свои. Ну, тоже всех корек, все по-разному. Так вот, вот эти мои четыре птенщика, значит, три природника и один перловый. Вот они вот так вот у меня и получились. Что вот такая вот, моя самая первая пара птиц высадила эти яйца. Вот, а я в прошлом году, когда я вжала в больницу, я даже сфотографировала вот эту пару птиц. Думала, ну, оставлять на свою маму, как бы, я вообще никому не доверяю своих птиц. Но тут уже просто не было никакого другого выхода. Вот, я их сфоткала. Думаю, поеду. Просто у меня, ну, я все-все всех птиц своих сняла. Всем дала указания, чего они там делать должны, чего они должны. Вот, а этим сделала такую же штука с меня дождаться. Просто из них, блин, из них не смел умирать. Вот, потому что думаю, приеду, а их нет. Но вот через год они мне выдали вот такое вот счастье. И это, видимо, от одной какой-то парочки, потому что, ну, есть такие самки, которые, допустим, сносят яйца просто плюх, и все, оно разбилось, там, треснуло. Вот, а есть самки, которые аккуратненько, так, чтобы яичко было мягенькое, куда-нибудь в корм сносят, и в кашилку. Ну, так бережно к своим яйцам относятся. Вот, поэтому никто ничего не разбил. Я их аккуратно сложила. Они у меня долго в этом ящике еще и полежали. И не успела я их выкинуть. Вот эти вот заняли домик товарищи. И получились вот такие красивые детки. То есть кому вот суждено жить, тот будет жить. Это я тоже уже точно знаю, что... Бывает, что очень красивые птенцы, но, допустим, до недели они погибают. Ну, так природой заложено, как бы, естественный отбор. Вот. А кому суждено выжить, тот выживет. Вот, как-то так. Всем своим птичкам приносите свежую зелень. Они очень любят вот эту свеклу, листья свеклы, морковки, пока они есть. Вот. Потому что скорость уже закончится. Они сейчас должны получать витамины натуральные, чтобы не давать искусственные. Всем спасибо, всем пока.